итак добрый вечер дорогие друзья ну вот вторя предыдущему оратору не в качестве такого однозначного эксперта я буду с вами сегодня говорить о санете но в качестве человека которому это близко по определенным причинам так сложилось что я и сам делал некие попытки к написанию санетов если вы мне позволите я познакомлю вас в течение нашего сегодняшнего диалога и с этими своими попытками и поговорю о истории этой твердой стихотворной форме об ее основных структурных признаках и о ее авариациях так скажем на тему санета о некоторых из них и так для начала прошу прощения нашего разговора ну коль скоро мы говорим о лирике вот я могу вам обещать что лирики сегодня будет много когда я готовился к этой лекции я постарался именно через поэтический текст рассмотреть санет потому что этой форме и более 800 лет и тема звучит как опыт эпохи возрождения до наших дней были перерывы когда санеты не имели столь высокой популярности но вообще более 800 лет эта форма живет почему она живет на этот вопрос ответить не знаю довольно трудно но вот он 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 себя не изживает и в качестве эпиграфа из санета новеллы матвеевой застыла ода идолом чугунным элегия уходит со двора и лишь санет еще бежит по струнам еще дрожит на острие пера поэтесса двадцатый век вторая половина двадцатого века даже я бы даже так сказал целый цикл из под ее пера вышел который называется санеты о санетах где она как раз делает попытки осмыслить основные признаки и особенности этой твердой стихотворной формы сначала поговорим немножко об истории санета и здесь нам поможет александр сергеевич пушкин который тоже не был чужд суровый дант не презирал санета в нем жар любви петрарка изливал игру его любил творец макбета им скорбную мысль камоэнс облекал и в наши дни пленяет он поэта варцворд его орудием избрал когда вдали от суетного света природы он рисует идеал под сенью гор тавриды отдаленной певец литвы в размер его стесненный свои мечты мгновенно заключал у нас его еще не знали девы как для него уж дельвик забывал гигзаметра священные напевы вот александр сергеевич здесь по сути дела в этом тексте последовательно по порядку упоминает имена упоминает те вершины величайшие вершины по которым так скажем следовал в истории санеты по которым он узнаваем началось все действительно еще в тринадцатом веке в италии данте потом петрарка творец макбета уильям шекспир камоэнс португальский поэт вордсворд здесь вордсворд в угоду размеру стихотворным ударение изменено уильям вордсворд английский поэт певец литвы это адам мицкевич с которым пушкин был знаком лично национальный польский поэт ну и дельвик лицейский друг санету не был чушь ты сам александр сергеевич и если кратко пробежаться по истории этой твердой литературной формы твердой стихотворной формы то можно сказать что действительно появляется он в италии в 13 веке и в рамках такого литературного направления как стиль dolce nuova сладостная сладостная новая манера письма в 13 веке в начале 13 века появляется этот стиль и стиль этот был новаторским одним из его представителей был великий данте который посвящал свои санеты своей возлюбленной беатричи в чем особенность этого стиля на ту пору в поэзии было две крайности можно сказать так была поэзия религиозная которая воспевала как единственно ну не то что единственно как идеальный женский образ мадонну и воспевая мадонну воспевались и поэты воспевали попытки отказа от плотских чувств и любовь как именно чувство неземное и религиозно а была поэзия куртуазно где в рыцарских вот этих вот посвящениях прекрасной даме воспевалась как раз любовь скорее физическая и идея обладания там была воспета прекрасной данной так вот dolce nuova совмещают эти две позиции каким образом они наделяют образ земной женщины чертами божества и они земную любовь изображают как такой извод вот этой любви абсолютной как извод той единственно возможной любви и сочетают эти две крайности гвида кавальканти например можно назвать имя и вообще флорентийские тосканские поэты вот среди них был великий данте в эту же пору появляются сонеты политические и сатирические которые однако не стали основными в рамках этой твердой литературной формы и все таки все таки сонет это чаще всего по крайней мере на протяжении вот если отдан ты ближайших лет 400 300 400 это в первую очередь стихотворения о любви и главной наверное фигурой в рамках вот этого представления о сонетной форме был естественно франческо петрарко чья лаура стала наверное воплощением именно вот этой вот земной мадонны более 300 сонетов если я не ошибаюсь даже ему как минимум более 300 как минимум более 300 сонетов посвящено у петрарки вот этой вот своей возлюбленной и один из них один из самых знаменитых пожалуй сонет номер 90 хотя тут сложно говорить самый знаменитый про очень многие сонеты петрарки говорят это один из самых знаменитых сонетов петрарки ну вот на настолько велико мастерство этого действительно человек в колечке золотые ветерок закручивал податливые пряди и несказанный свет сиял во взгляде прекрасных глаз который днесь поблёк и лик ничуть казалось бы не строк или маска то было обмана ради и дрогнул я при первой же осаде и уберечься от огня не смог легко как двигалась она не ходит никто из смертных музыкой чудесной звучали в ангельских устах слова живое солнце светлый дух небесный я лицезрел но рано не проходит когда теряет силу тетива любовь конечно была трагической 21 год он посвящал ей стихи он наблюдал за ней и потом когда лаура умирает это породило новый цикл сонетов где образ возлюбленной был показан уже как утраченный и весь мир рушится на наших глазах когда мы читаем сонеты петрарки посвященные уже смерти его возлюбленной вот этой вот земной мадонны там дальше будет тому пример нельзя конечно не поговорить о уильяме шекспире его смуглой леди но вообще надо отметить что шекспир если так взять эпоху возрождения то вот данте и петрарка они как раз будут там на одном конце этой эпохи шекспир это уже позднее возрождение он будет завершать его появление завершит эпоху возрождения обозначить некие новые пути для развития культуры так вот шекспир он очень серьезно реформировал форму сонета вообще в англии еще до шекспира появлялся сонет безусловно в шестнадцатом веке в пятнадцатом веке появлялись переводы в первую очередь итальянцев итальянцев того же самого петрарки но именно шекспир стал таким знаковым в истории сонета автором значительно переосмысляя эту форму ну вот сонет 130 уж здесь с уверенностью можно говорить что это один из самых известных самых популярных сонетов шекспира в переводе маршака и многочисленные переводы существуют они десятками измеряются этот совет очень любят переводить вот маршака он считается одним из канонических ее глаза на звезды не похожи нельзя уста кораллами назвать не белоснежно плеч открытых кожа и черной проволокой вьется прядь с дамасской розой алой или белой нельзя сравнить оттенок этих щек а тело пахнет так как пахнет тело не как фиалки нежный лепесток ты не найдешь несовершенства линий особенного света на челе не знаю я как шествуют богини но милая ступает по земле и все же она уступит тем едва ли кого в сомнениях пышных в сравнениях прошу тут простите в сравнениях конечно пышных оболгали оболгали тут опечатка вот даже с вашего позволения немножко назад вот сонет петрарки который я вам прочитал и вот сонет шекспира что делает шекспир он создает из образа вот этой вот неземной или точнее земного воплощения неземного идеала абсолютно реального человека он создает тут даже какие-то образы построчно можно посмотреть они перекликаются там не ходит никто из смертных так как ходит возлюбленная говорит петрарка не знаю как шествует богини но милая ступает по земле шекспир последовательно развенчивает те ставшие уже шаблонными и традиционными сравнения ориентированные на прославление красоты возлюбленной не белоснежно плеч открытых кожи вот эти вот сравнение с дамасской розой с фиалкой и так далее и так далее вообще еще на зарез он это в стиле дольче нового шаблонность некая она уже она была свойственна этому стилю и поэтому очень часто обращались к одним и тем же сравнения вот шекспир от этого отказывается но также здесь можно увидеть что шекспир видоизменяет и форму традиционную твердую форму такой вариант тоже впоследствии стал каноничным о чем я говорю три четверостише и одно двустише в конце количество строк сохраняется прежним 14 вот но структурных признаках я буду говорить чуть позже в итальянском варианте сан это было два катрена то есть два четверостише и два терцета два трехстише но количество строк остается прежним шекспир реформирует реформирует он и в том смысле что далеко не все его сан это обращены к женщине кстати говоря здесь надо вот что отметить санеты шекспира очень многие которые были немногие но некоторые санетов шекспира которые были обращены к другу они получили извод в русских переводах некоторые из них как обращенные к возлюбленной здесь дело в том что в английском языке нет категории рода и вот эти вот пышные сравнения они не всегда понятны мужчина там или женщина имеется в виду и действительно надо сказать что многие санеты шекспира они были обращены к другу и в первую очередь в рамках рассуждений как раз вот о жизни и смерти о старости об утраченной красоте санет номер два когда твое чело из бороздят глубокими следами сорок зим кто будет помнить царственный наряд гнушаясь жалким рубящим твоим и на вопрос где прячутся сейчас остатки красоты веселых лет что скажешь ты на дне угасших глаз но злой насмешкой будет твой ответ достойнее прозвучали бы слова вы посмотрите на моих детей моя былая свежесть в них жива в них оправдание старости моей пускай с годами стынущая кровь в наследнике твоем пылает вновь шекспир вводит очень активно вводит эту философскую составляющую в санет потом на некоторое время санет умолкает после шекспира приходит эпоха просвещения которая эпоха классицизма эпоха просвещения которые провозглашают хотя несмотря на то что строгость до санет он предполагает очень строгую форму как и классистическая эпоха он предполагает канон но вот это чувственное восприятие мира она не была характерна в общем и целом для 17 18 веков а вот на заре 19 века ну и даже в конце 18 появляется романтизм как авангардное можно сказать бунтующие литературное направление даже мировоззрение в целом это романтизм не ограничивается рамками литературного направления и в англии появляются поэты так называемой озерной школы упомянуты пушкиным вордсворд вот он уильям вордсворд роберт саути джон китс и некоторые другие вот три для примера и поэты вообще романтики открывают шекспира заново для человечества потому что в эпоху просвещения шекспир считался чуть ли не дикарем и варваром что за страсти откуда ну для эпохи просвещения вот эти вот все шекспировские страсти это даже выражение но крылатым его можно назвать шекспировские страсти невозможны в строгом классицистическом такой картине мира классицистической и шекспира начали ставить в театре и возвращаются поэты озерной школы к форме санета очень активно возвращаются и очень активно с этой формой работают джон китс тому кто в городе был заточен какая радость видеть над собою открытый лик небес и на покое дышать молитвой тихой точно сон и счастлив тот кто сладко утомлен найдет в траве убежище от зноя и перечтет прекрасное простое предание о любви былых времен и возвращаясь к своему крыльцу услышав соловья в уснувший чаще следя за тучкой по небу скользящий он погрустит что к скорому концу подходит день чтобы слезой блестящий у ангела скатиться по лицу и надо отметить что поэты озерной школы вообще это характерно для их мировоззренческой системы они восхваляли такое инфантильное можно даже сказать существование на лоне природы они воспевали природу как некое божество они воспевали слияние человека с окружающим миром и в первую очередь не с городской цивилизации как вот тезис этот ставит китс в начале своего стихотворения своего санета а именно с цивилизацией сельской и возвращение к такому золотому веку на лоне природы можно так сказать и вот очень активно в санэтную в санэтной форме появляется новый мотивный пласт появляется рассуждение на эту самую тему появляется образ природы человека на ее фоне ну пример русского санета вот александра сергеевича вначале он прозвучал и надо отметить что в россии спорно дата когда появился все-таки санет кто-то василия кирилловича тридеяковского в качестве первого переводчика западноевропейских санетов называют кто-то называет сумарокова но наверное стоит говорить о том что все-таки 19 век золотой век русской поэзии вот пушкин в своем санете упоминал имя дельвига своего лицейского друга они были не одиноки и очень активно санет в золотом веке русской поэзии он осваивался литературой потом на рубеже 19 20 веков поэзия серебряного века но вот здесь две фигуры брюсов и бальмонт безусловно список этот можно продолжать очень долго владимир соловьев вячеслав иванов михаил кузьмин манислав ходосевич максимилиан волошин и так далее так далее так далее именно в серебряном в эпоху серебряного века эта твердая форма нашла свою новую жизнь в русской литературе и вот еще раз хочу из другого уже санета санете новелла матвеева взять четверостишия на четырех на бронзовых своих широких ножках вроде львиных лап 14 строчный прочный стих стоит в веках и сдвинулся хотя бы и перейти к разговору о структурных признаках санета сделав такой небольшой экскурс в историю вот здесь эти это четверостишия здесь санет петрарки как раз санет посвященный уже скончавшийся возлюбленная уже ушедший покинувший этот мир мой лавр любимый ты с кем не сравнится благоуханной роскошью восток и кем вчера по праву запад мог как редкой драгоценностью гордиться любовь твоя великая должница красы и добродетели чертог ты властно моего владыку влёк под сенью благородной опуститься тебя избрав навеки для гнезда высоких дум пылая трепеща я счастлив был я в жизни знал блаженство был мир тобою полон и тогда сто крат украсить небеса ища господь прибрал тебя о совершенство вот кстати мой лавр любимый в начале стихотворения лаура лавр имя девушки очень часто интерпретировал именно так поэт на созвучии то же самое биатричи у данте биатричи с итальянского блаженная и вообще тут primavera была у одного из поэтов не помню у кавальканте или у кого-то еще primavera весна то есть образы женщины в этих стихотворениях они часто аллегоричны в сонетах они именно связаны вот с таким вот ситуацией двоемирия этой женщины которая относится не внесет в себе небесные черты земное существо я вас потревожить хочу немножко вот давайте посмотрим у матвеевой и здесь вот текст сонета классический сонетный текст для сравнения четыре ножки это четыре строфы до четыре ножки это четыре строфы в любом случае будь это английский сонет будь это итальянский строк будет 4 они могут по-разному структурироваться но если это сонет то строфы 4 ну понятно что 14 строк здесь это тоже у нее указано вот так если еще посмотреть какие структурные признаки что бросилось в глаза вы уже прослушали сонетов огромное количество в рамках того времени которое нам выделено вас что что не две минуты то сонет что бросается в глаза а что именно хорошо причем на что еще можем обратить внимание рифма посмотрите в кадренах повторяется на одной рифме написаны сравниться гордиться должница опуститься вот пожалуйста тип рифмовки повторяется да ну и стоит в веках то есть сонет действительно эта форма я повторюсь уже мы конечно не доживем но скоро стукнет тысячу лет признаки сонета как твердой поэтической формы 14 строк 4 строфы тематика чаще всего все-таки любовная или философская хотя в двадцатом веке в связи вот с эпохой постмодернизма кстати говоря сорнет претерпел значительные изменения и тематика варьироваться может абсолютно свободно высокая возвышенная лексика чаще всего для классического сонета это характерно даже для современных авторов если они все-таки воспринимаются нет как не повод для пародий и интерпретации а именно как образец рифмовка катренов она будет сквозной то есть четверостиши а дальше она может варьироваться там варианты есть итальянский сонет французский сонеты рифмовка там может быть разные тут вот схемы не буду вдаваться в стихотворный размер потому что эта штука такая которая требует вообще отдельной лекции но вообще вообще ямп классический либо пятистопный либо шестистопный ямп чаще всего хотя здесь тоже возможны варианты и строгая композиционная логика о чем здесь речь вот там были ножки бронзовые вроде львиных лап что-то такое массивное мощно солидное монументально сонет предполагает очень строгую логику во первых каждая каждый катрен должен представлять собой в идеале законченную логическую мысль и синтаксическая целая закончена то же самое в сонете если делить его на катрены есть тезис который дает автор есть развитие этого тезиса и есть синтез в конце который предполагает вот логичное завершение той мысли которая вынесена в начало стихотворение причем синтез начинается чаще всего где-то либо на тринадцатом либо на восьмом стихе это в английском сонете так вот исследователи говорят но в принципе шекспир тоже там допускает различные трактовки а в италь в форме итальянского сонета где три терцета где 33 стиша там мы чаще всего на переходе к терцетам происходит этот переход ну и к нашей любимой новелле матвеевой которая помогала мне сегодня готовится к этой лекции своими сонетами сонет благожелательно жесток он не допустит что в залезли мысли за край листа и клочьями повисли он говорит вот финиш мысли стоп и вообще это эта мысль не нова та же мысль прослеживается например у романтиков если не ошибаюсь у вордсворта который описывает сонет как сладкую прекрасную несвободу автора который говорит о том что вот пчела не свободно в своем полете значит она в своем круговороте вот этих дней ткаешь за ткацким стантовых станком он не свободе но не может от него отойти но тем не менее также не свободен поэт который пишет сонет но такая несвобода рождает что-то прекрасно вот этот тезис здесь у матвеева это уже получает свое развитие по поводу вариаций на тему сонета вот есть хромой сонет я нашел на сайте стихи ру семён гонсалес это псевдоним а на самом деле евгений сидоров что то что это такое усечение четвертого стиха в строфах он краткий он короче по размеру строк по ударению шел с тросточкой по улице поэт хромал поэт но не грустил нисколько оранж заката апельсина долька приятный цвет хромой поэт любил хромой сонет он этой формой вдохновлялся только хромой сонет не вальс скорее полька иной предмет вот небо улыбнулась с высока пусть высока но ласково забавно поэт в кабак решил попить пивка день завершится весело и плавно хорош так с пивом летом и зимой сонет хромой вот это варианты как раз уже иной интерпретации еще один вариант сонета это онегинская строфа пушкин в рамках вот этих экспериментов по сути дела это вариант на тему сонета но я не буду полностью цитировать чтобы уж экономить время думаю евгений онегина знакомы с этим текстом поэтому можете открыть и любая строфа будет вариантом ну кроме там писем и особых вещей венок сонетов это еще одна очень интересная очень такая уже более сложная поэтическая форма для примера я взял венок сонетов современного автора сергея калугина мой голос тих и отыскал слова в пустых зрачках полночного покоя божественно пуста моя глава и вне меня безмолвие пустое скажи я прав ведь это пустота и есть начало верного служения и будет свет и будет наполнение и вспыхнет роза на груди креста но нет ответа тянется покой и кажется следит за мной другой внимательно и строго ожидания и я уже на грани естества из губ моих срываются слова равновеликие холодному молчанию равновеликие холодному умолчанию струились реки посреди равнин я плыл по рекам но не дал название ни берегу ни камню средь стремнин я проходил я рекам был свидетель я знал совет не выносить суда и я не осквернил вопросом рта и ничего суждением не отметил лишь дед лишь дельты вид мне отомкнул уста я закричал иголка пустота слова мои разбив об острова откликнулась бездонным тяжким эхом я слышал крик и понимался смехом слова мертвы моя душа мертва и так далее сонетов в венке будет всего 15 видите как они друг с другом сплетаются последняя строчка первого сонета это одновременно первая строка второго сонета и так далее из этого получается венок 2 начинает 3 последняя строка 2 ну и вот здесь вы можете видеть 14 сонет последний он завершается первой строкой первого сонета и круг замыкается вот он венок опять же можете обратить внимание здесь автор уже не заботится о том чтобы рифма была сквозной в катренах рифма разная и мы можем говорить именно об эволюции формы до современники часто пренебрегают каноном вот если на схеме посмотреть то вот так можно себе представить венок сонетов вот вот эти точки это как раз будут теперь те строки одновременно первые и последние но вот такой узор он будет более верен здесь потому что я сказал сонетов 15 и есть еще один 15 сонет ключ который будет состоять вот из этих самых строчек повторяющихся они тоже будут рифмоваться они тоже будут складываться в сонет почему узор вернее потому что вот здесь вот в центре такая ну пустота заполнена так скажем и как раз магистрал называется такой сонет он является ключевым в понимании смысла всего венка вот калугинский магистрал мой голос тих я отыскал слова равновеликие холодному молчанию слова мертвы моя душа мертва я не ищу пред небом оправдание над опьяняющий над опьяненной простите ливнями землей агат луны томительно туманен на тонком и мерцающим аркане полночный ветер водит за собой я как дитя играю пустотой струящийся за каждую чертой за каждой гранью зримого пространства я отворил в себе исток игры я власть им сжечь и созидать миры я различил в движении постоянство а есть еще кстати говоря сонетная корона это 15 в квадрате когда пишется венок сонетов и каждый сонет магистральный венок его называют и каждый сонет этого магистрального венка будет магистралом для своего венка сонетов то есть из его первых строчек будут состоять еще 15 сонетов вот это очень ну это совсем уже такая сложная форма и над ней можно провести очень-очень много времени знаете я смотрел вот из классиков я не как-то по-моему никто наверное не замахивался видимо видимо из современников я я забыл имена и я нашел там нескольких современников да там отдельная книга прямо овчи овчаренко или овчинников вот сергей так меня первый раз слышал вот такая форма есть в принципе конечно можно говорить о том что эта форма нет но она и практически существует но это такая теоретическая уже выкладка вот и пойди замахнись еще на такую работу это ну как роман написать наверно очень непросто благодарю вас за внимание но и в качестве по скриптума позвольте зачитать вот совершенно недавно написанный мною сонет который традиционно начиная с эпохи возрождения можно сказать поддерживая традицию я обращу обратил к женщине к музе если угодно замечательной евгений которая дарит мне музыку здесь между нами только музыка и бог да тишина как будто своды храма мой слог юродивый неловок и убог когда орган рождает в трубах драму уж выше некуда лишь ангелы и свет мы здесь одни в созвучиях вселенных и вновь грядет как будто сон сонет как соль земли как слова несомненный немая ночь строкой молчания прольет ведь нам безмолвием друг друга не исчерпать как твердо был случайный наш полет нечаянной рукою предначертан нечаянно в ночи забрежил стих я снова музыку твоей тиши постиг спасибо за внимание то есть сонет живет и и в сегодняшнем дне так бы я закончил свое выступление пожалуйста если есть какие-то вопросы я готов на них с удовольствием ответить спасибо а это от итальянского там разные вину корень один сонары глагол петь либо звучать слово сонет то эта песенка песня вот то есть вот этот корень звучный звучащий вообще он произошел сонет одна из версий это народные песни итальянские в чем зародился в одну и песни труба дуров тоже оказали влияние вот образ возлюбленной как раз из песен труба дуров пришел в том числе то есть песенной в песенную поэзию ходит корнями отсюда и название можно я венок же однажды написал все-таки замахнулся но правда не по не по схеме с терцетами а по схеме шекспировская вот поэтому с двумя четверости двумя с двустишем в конце есть тремя которые нами ну например вот ну допустим порой так трудно сделать первый шаг внимая дивным зовом дальних странствий сомнения на дне души кишат и крепко держит якорь постоянства отбрось тревоги в молодую грудь впусти ветра безумие азарта шагни смелей и ты найдешь свой путь среди дорог не обозначенных на карте там с океаном перейдешь на ты далекими вершинами влекомый руби канат но не сжигай мосты и письма сладко пахнущие домом мы возвращаемся всегда к любимым гнездам в густом тумане ориентируясь по звездам но такое бывает иногда ну нет иногда хочется именно вот в такой форме потому что ну сразу же посылом пишется стихотворение вот если допустим я посвящаю стихотворение женщине то иногда я специально думаю о том они замахнуться ли нам и не попробовать ли заключить вот в эту классическую твердую форму и посвятить ну вот в случае с тем что я прочитал посвященная наверно там там наверно было не так там сначала появились несколько строк а потом стало понятно что это наверно сонет иногда получается так что просто именно стихотворный размер попадает именно интонация стиха она попадает в тоже чтобы это был сонет то есть вот такой ямп финале возможно отличается когда если понимаешь что ты достойно преодолел этот путь и достойно взошел вот на эту вершину которая была задана какими-то канонами но это тоже это уже только после получения наверно обратной связи можно об этом говорить от читателя я такой самокритичный автор спасибо